Ну, кое-что режем, кое-что не режем. А вообще, все, с Богом. Поехали. Да, поехали. Ну, сначала вы представляете. Я, кстати, здесь второй раз у вас в офисе. Очень уютно, очень красиво. Завод Экватор. Кантор Сергей Анатольевич. Представитель правления с 2001 года. Сергей Анатольевич, мы сегодня задаем один, два вопроса. Знаете ли вы, знали ли вы о том, что Украина занимает первое место в мире? По-моему, до сих пор занимает. Я этот вопрос задаю практически полтора года. Надо, кстати, подвергить. Может, уже сейчас уже не первое, может, уже второе. Знали ли вы это, что занимает Украина? Знаете ли вы о том, что у нас в Николаеве сегодня умирает каждый день 2-3 человека? Это точно. Это информация свежая. Потому что вот в мае месяце нам, хоть она докладывала, ну, журналистам, что в Николаеве каждый день умирает 2-3 виски инфицированных человека. Что? Ну, в общем, вот это первый вопрос. А второй вопрос, самый главный вопрос, что нам делать? Успеем ли мы что-то сделать? Ну, если мы говорим по первому вопросу, то, конечно, знаю. И, естественно, как любой здравомыслящий человек, понимаю глубину этого вопроса. А что касается, что нам делать? Нам надо переходить от разговора к действиям. У нас в обществе последние годы, извините, в основном, культивируется такая позиция, надо много говорить и заговаривать вопросы. А вот когда доходит дело до решения, то тогда пусть уже делают следующее. Что делать? Ну, я считаю, что прежде всего... В этом вопросе необходима государственная программа, разводка государственной программы. Будет. Я думаю, что не сегодня, а завтра будет. Потому что уже... Понятно, которая должна быть многоуровневой. И начало, или первые уровни этой программы, они начинаются в семье, в школе, в детском садике. Вот. Естественно, должна эта программа включать в себе необходимое и достаточное для ее реализации количество разделов. Вот. И, конечно, эти разделы должны быть отработаны специалистами, а не политиками. И, естественно... Сергей Анатольевич, как вы считаете, кто специалисты? Вот в Николаеве можете... Я представляю город Николаевич, честное слово. Я не представляю сейчас все украинские какие-то там. В Николаеве кто у нас специалисты? Кому нужно сегодня обратиться в Николаеве? Правда, сделай, пожалуйста.